Здравствуйте! У вас регалии очень длинные. Карим, расскажите, пожалуйста, для начала, что это за система и какова ее особенность? Автоматическая система фиксации нарушения правил дорожного движения Республики Казахстан предназначена в первую очередь для профилактики административных правонарушений и снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также для оперативного реагирования о зафиксированных транспортных средствах, находящихся на учетах розыска, таких как угнанные или похищенные транспортные средства. Каким образом они работают? Я к этому вела. Системы работают в автоматическом режиме, распознают госномер. С недавнего времени новые системы «Рубеж» определяют также и марку, и цвет машины. То есть, к примеру, 10 января текущего года с помощью наших новых систем «Рубеж» было выявлено дорожно-транспортное происшествие с помощью системы фиксации. Когда был номер, неизвестен, госномер, когда был неизвестен. А какая там история? Расскажите, пожалуйста, потому что до эфира вы рассказывали о том, что проезжающий мимо автомобиль, получается, водитель, да, он увидел только лишь марку автомобиля и цвет автомобиля. Неизвестен был госномер даже? Да, госномер был неизвестен. То есть, наши сотрудники с помощью наших систем сделали выборку, сортировку именно по марке машины. И по марке машины уже определили подозреваемого и в течение 40 минут, если я не ошибаюсь, был задержан и допрошен. Ну, с учетом того, что сегодня 19 января, а ДТП произошло 10, да, буквально за неделю? Буквально, вот-вот, да, сразу же новые системы показали свои результаты именно в оперативном реагировании. Ну, ситуация складывается следующим образом, что вот эта новая система, она фиксирует нарушение превышения скорости. Давайте, наверное, для начала еще расскажем, где она установлена, а уже потом перейдем к следующей истории. Согласен. Эта система выявляет только скоростной режим, то есть она выявляет скорость, скорость, ограничение скорости, обусловленное правилами дорожного движения. То есть, если комплекс находится в черте города... А в черте города они тоже присутствуют, да? Да, да, они присутствуют. У нас две системы присутствуют в черте города. Это Алгинское направление и Хабдинское направление. Эти два направления, у них скорость 60 км в час. То есть, из-за того, что вот они находятся в черте города, и там есть и опознавательные знаки, то, что есть камера, есть фиксация именно скорости. Ну, предупреждающее, да, что водители, будьте аккуратны, впереди имеется система фиксации. Так, а вот касаемо того, что вне города... Вне города... Это при въезде, да, получается? При въезде, получается, если есть разделительная полоса дороги, то есть у нас в Храмтаусском направлении имеется две полосы, которые едут в одну сторону, две в другую полосу. И они разделены разделительной полосой, то в этом случае будет 110 км в час скорость, ограничение скорости. Если этой полосы нету, разделительной, то 100 км в час. У нас такая только в одном направлении, это в Орском направлении, там 100 км в час. И вот, вот. Чтобы водители, получается, не заблуждались, что если... Есть такие, да, понятия, как разделительная полоса, потому что у нас водители говорят, что, да, моя скорость была не выше 110. Не выше 110, но если вы едете по неразделительной полосе, когда дорога только в одно направление едет одна, ну, и в другую, другая машина едет, без разделительной полосы, то там ограничение скоростью 100 км в час. А в черте города, кстати? В черте города два комплекса. Два комплекса. Это Алгинское направление и Хабдинское направление. У них 60 км в час. Это вот в черте города, потому что они находятся. Там, во-первых, и риск дорожно-транспортного происшествия велик. Еще один такой момент очень хороший, что независимо от того, что камера направлена на, к примеру, в одном направлении, но фиксирует она в двух направлениях, да, если я правильно понимаю, так именно работает система. Да, да, да. Вот система у нас, если стоит на обочине с одной стороны, люди думают, что она фиксирует только направление, которое снимает камера, они немного ошибаются. Система фиксирует в двух направлениях, хоть и стоит на одной стороне обочины, система фиксирует сразу в два направления. И въезд, и выезд. То есть она фиксирует скорость и въезда, и выезда машин. То есть нужно быть мдительным. Многие водители делают таким образом, они проехали камеру и сразу же набирают скорость, я так понимаю. Да, да, да. Они вот видят эту камеру, что столб этот стоит, и они думают, что эта камера в любом случае смотрит в одну сторону. И из-за этого они думают, что она не зафиксирует меня, потому что, ну как у нас вот в парк президента стоят камеры, она с одной стороны одна, с другой стороны другая камера. И они думают, как бы, ну точно так же, такой принцип работы, точно так же камеры. Но принцип работы у него немного другой. Это как бы новая система. Карим, мы подходим к самому интересному и самому злободневному, наверное, то, ради чего мы вас пригласили, потому что на самом деле вот эта вот система, она, да, хороша, но дала такие результаты, что к вам обращаются водители, у которых баснословные суммы штрафа. Да, это водители в основном, которые занимаются частным извозом, которые, ну грубо говоря, таксуют как бы. И водители не знают о том, что, ну хотя мы уже неоднократно говорили и информировали о том, что у нашей камеры. Мы даже неделю делали о том, что вот говорили, что камеры у нас сейчас работают в тестовом режиме. С завтрашнего дня у нас будут они работать, ну, полностью эксплуатацию внедримых. А знаки все установлены? Знаки были все установлены перед вводом в эксплуатацию, мы их все поставили, все знаки у нас на пяти местах стоят, знаки и въезда, и на въезд, и на выезд стоят знаки. Тем не менее, многие не обращают внимания. Тем не менее, вот, не обращают. Есть водители, которые за буквально вот за 15 дней нарушили по 50-60 штрафов. То есть у них там сумма в среднем, это в сокращенном производстве, где-то около 600 тысяч тенге выходит. Это с учетом того, что если он в течение 7 дней оплатит и получит скидку в 50%, согласно... Так точно, да, вот, если в течение 7 дней это оплачет, ну, просто... А так у него многомиллионы. Если он в течение 7 дней это не оплачивает, получается, уже сумма возрастает. Ну, система автоматически это делает, это не мы. Там она сама определяет, когда у него срок закончился, 7 дней, с момента уведомления. То есть, когда он уведомился, то у него наступает отсчет времени 7 дней. А вот, смотрите, ситуация следующая. Человек нарушил, ему должно же прийти какое-то уведомление, что произошло нарушение, ему приходит штраф, ему необходимо уплатить. Вот эта вот работа, как она налажена? Каким образом? Скажите, пожалуйста. Может быть, им не приходит это уведомление? Нет, уведомление. И они в неведении? Уведомление приходит, согласно статье 743 Кодекса административных правонарушений. Мы уведомляем водителей путем СМС-уведомления на зарегистрированный номер, либо по месту прописки. СМС-уведомление, если не пришло, оно не будет считаться уведомленным. То есть, СМС-уведомление, как только придет СМС, система сама обозначит о том, что у него уже поступило это СМС. Заметил ли водитель, хозяин? Прочитал или нет, это уже другой вопрос. Если он не заметил это, это как бы вина самого водителя. Но, да, главное, что СМС приходит на телефон. СМС приходит на телефон. Не по WhatsApp, а именно сообщения, а именно сообщения, как из суда отправляют. Да, да, да. Вот она таким же образом как бы работает. И если СМС-уведомление пришло, то с этого момента начинается 7-дневный срок. Вот именно вот как СМС поступило, начинается 7-дневный срок. Вот. И после того, как 7 дней прошло, уже будет полная сумма штрафа. Так, а если вдруг все-таки я не заметила, либо не прочитала по мобильному телефону, но переживаю, мало ли, вдруг я где-то что-то нарушила. Каким образом я могу узнать, может быть, сайт работает? Да, да. У нас есть по республике, есть много приложений, которые можно будет проверить свои нарушения. Это такие приложения, как Комхор, ХЗ, любые банковские приложения, которые устанавливаются на сотовый номер. Там в разделе платежи вы можете посмотреть и в платежах по ИИН-нарушения, ИИН-правонарушения можете посмотреть и увидеть числится ли данное нарушение или нет. То есть банковских тоже есть? В банковских, практически во всех банковских приложениях, которые устанавливаются на сотовый номер, есть эта функция. Что еще, каким образом можно? Ну и, соответственно, наверное, позвонив или придя, да, к вам? Да, да, да. Можно будет, вот вы узнали через это приложение о том, что у вас есть такое-то, такое-то нарушение. Я не согласна, к примеру. Вы не согласны с этим нарушением. Или хотите узнать, когда это было, я ли это был. Может быть, да, за рулем. Может, ну, за рулем, там камера не покажет, за рулем выйдет, но ваша машина, вы как бы ответственная, владелец, да, владелец и знаете, как бы. Вот, когда это было нарушение, во сколько это было, вы можете по номеру 55-93-82 позвонить по этому номеру и уточнить данное нарушение. Если вы хотите увидеть это данное нарушение, вы можете прийти в управление местной полицейской службы по Молдогулу-52 и прийти в отдел административной практики. И там вам выйдут сотрудники и полностью объяснят вам ваше нарушение. Нужно ли будет писать письменное заявление о том, чтобы предоставили данные? Нет, никакого письменного заявления, ничего не надо будет. Будете приходить и вам на месте будут показывать нарушение. Итак, немного тезисно нашим телезрителям напомню, что по номеру телефона 55-93-82, правильно я поняла, можно уточнить, есть ли нарушение, соответственно, новой системе и по Молдогулу-52, по проспекту Молдогулу-56 можно подойти и уже точно узнать, если вдруг все-таки вы из тех людей, кто не доверяет приложениям и так далее. Но через приложение Comcore KZ, также через любое банковское приложение в BIF и IN вы можете узнать, числятся ли за вами нарушения. Ну и тезисно из ваших уст давайте уже еще раз пробежимся. В чем преимущество этой системы? Преимущество этой системы, конечно же, в том, что оно оперативно выявляет машину, каждую проезжающую автомашину. То есть для оперативного реагирования в первую очередь было создано, для снижения дорожно-транспортных происшествий, для профилактики административных правонарушений было создано. И локации, давайте напомним нашим телезрителям, чтобы, я думаю, что не секрет, чтобы они наоборот знали. Конечно. В Орском направлении получается у нас ограничение 100 км в час, в Хабдинском направлении 60 км в час, в Храмтауском 110 км в час ограничение, в Мартугском направлении 110 км в час и Алгинском направлении 60 км в час. Спасибо вам большое. В первую очередь хочется, конечно, обратиться к телезрителям со словами, конечно же, необходимо правилам дорожного движения все правила соблюдать, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда нужно будет платить тысячные или даже миллионные штрафы, которые сейчас приходят. Ну что ж, проинформирован, значит вооружен, как обычно говорят, так что мы, уважаемые телезрители, проинформировали вас о новой системе, будем рассчитывать на то, что вы будете теперь бдительным. На этом наша программа завершена. Я напомню, сегодня у нас в студии был старший инспектор по особым поручениям группы автоматизации электронных услуг управления административной полицией, департамента полиции Октябинской области, Махутов Карим Кожмуратович. Спасибо вам большое, Карим. Всего доброго. До скорых встреч.